Продолжение следует... 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 А все остальные уже ищут, да? Хорошо, ну мы подождите. Прежде чем искать свиньки, мы должны понять, зачем мы должны это делать. Поэтому давайте внимательно обратим внимание, как тебя зовут. Обратим внимание на Юлию. Она нам сейчас озвучит наше задание. Мы все внимательно слушаем, что нужно делать. Итак. Приветствую вас, юные любители загадок. Меня зовут Гаррисон Грисбольд. Гаррисон Грисбольд, да? Хорошо. Я очень люблю книги, шифры и охотную за спрочек. Поэтому однажды стал автором книги игры «Книжные свящики». А вы тоже любите разгадывать стайны. Тогда нам с вами по пути. Приглашаю его сегодня стать участниками моей игры. Я спрятал одно книжное сокровище, а именно иллюстрацию к захватывающей детективной истории. Чтобы ее искать, нужно загадать семь секретов. Литературные детективы могут вам помочь. Поэтому узнайте о них побольше. Узнайте о них побольше. Итак, давай посмотрим, что еще есть. Покажи всем, пожалуйста, разверни и покажи всем. Сань, прямо вот переверни. Да? Переверни рисунок. Всем по кругу покажи. Ты вот так себе листочком белым переверни, чтобы было видно. Да, вот так. Вот, отлично. Итак, смотрите. Это первая подсказка. Кто услышал, какой секрет сегодня, какой сокровище спрятал Гаррисон Гризвы, создатели, книжные сыщики? Иллюстрацию. И это тень этой иллюстрации. А как вы думаете, можно? Я всем повыше покажу. Как вы думаете, что здесь такое спрятано? Охота. Что за история детективная? Охота. Кто на кого охотится? Человек. На какую-то бедную животную. И что же детективного может произойти в этой истории? То, что это уже будет на пыльцу в красной зниге. Отличное предположение. То есть, кто-то нарушил закон. И вот покушается на бедное животное. Еще есть какие-то предположения, что это может быть за детективная история? Может, это чья-то была? Ну, у кого-то ее было, нельзя в ней не убивать. Она была. Ну, такой обыденный случай из жизни, да? Хорошо. Еще есть варианты? Может, или очень... А если под другим углом посмотреть, не с точки зрения охотника, а с точки зрения животного, может быть, какая-то другая история случится? Может, животное? Может, животное? Животное напало, а человек защищался, да? Это не похоже на животное. Не похоже. Что именно здесь не похоже на животное? Это что-то. Да-да. Это тенья. Почему она лысая? Я не могу вам сказать. Я уже не видела еще и педисрокси. Оно скигровой. Так, что-то здесь не то, да? То есть, смущает что-то. Да-да. Ну, и будет сюжет какой-то, пояр... Еще другой. Может, он просто стул устоит и накрыт и накрыт и... Вот, кстати, смотрите. Может быть, это стул, накрытый чем-то. А зачем тогда вот человек на этот стул охотится? Или что он... Это может быть представление в театре, да? Как вариант. Хорошее предположение, замечательное. Так, еще. Можно по цирковому животному. Уже случай в цирке у нас какой-то, да, детективный. Но мы с вами попозже тогда, когда найдем настоящую иллюстрацию, цветную, да, посмотрим, сравним с нашим предположением. И потом уже, может быть, родится у нас настоящий детективный сюжет. Итак, для того, чтобы понять, где искать иллюстрацию, нам нужно расшифровать вот такую подсказку. Здесь очень много разных букв. И спрашивать советы нам у кого? У Юлии. Нет, она читала нам. Гаррисон Гризлидтон только придумал игру. А у кого он вам советовал спрашивать советы? У разных литературных сыщиков. Можете мне пример привести из книг, где кто-то проводил какое-то расследование? Давай. Отлично. Его обычно вспоминают, и именно он будет вам тоже помогать. И здесь есть тоже его подсказка. Еще есть варианты? Книжные, детективные сыщики или любители загадок и таймов? Есть. Он же вставит. Но я думаю, что они все равно еще не хуже. Ну, давайте так. Начнем тогда с того, что уже названо, а потом будем тогда познакомиться с тем, что имеется. Итак, ты у нас назвал первого сыщика. Сможешь нам помочь? Пойдем. Вот там вот. Ну, давай ты встанешь и принесешь нам. Мне нужно найти именно книгу с ним. Там есть секретные послания от него, да? Хорошо. А нам сказать, что есть секретные. Сейчас он нам расскажет, что нам нужно делать. А вот не уходи далеко. Давай прям вот здесь. Разворачивай. И всем нужно озвучить. Что именно приготовил нам Шерлок Холмс? Ну, во-первых, давай развернем и покажем всем, что там внутри спрятки. Так. Это не азбука Морзи? Кто знает, что это такое? Это 20 километров с километров. Так. А теперь читайте, что нам нужно делать. Приветствую вас, юные сыщики. Думаю, имя мое вам хорошо знакомо. Я знаменитый сыщик Шерлок Холмс. С помощью дедукции, смекалки и логики я могу распутать даже самое непростое дело. Хотя надо сказать, что эрудиция имеет важное значение. Позволяет сопоставлять факты и приходить к правильным выводам. Свою подсказку для вас я записал интересным способом. Шифром «пляшущие человечки». Попробуйся разгадать. Итак, шифр «пляшущие человечки» называется, да, и фразу, которую Шерлок Холмс нам зашифровал. Давайте попробуем ее расшифровать. Дешифратор есть у нас? Что такое дешифратор, знаете? Это то, с помощью чего мы шифра можем расшифровать. Давайте передвинемся вот к стеллажам. Это уже на человечки и буквы? Совершенно верно. Каждый человечек – это определенная буква. Ваша задача сравнить то, что у нас в свитке, найти эту букву. И у вас на столах лежат листочки и ручки, где мы можем записывать тот или иной символ. Итак, давайте с вами начнем. Давайте мы распределимся, да? Кто-то расшифровывает одну часть, кто-то другую. И давайте с вами попробуем. Давайте так сделаем. Давайте соберем все буквы. Собирайте все буквы. И пойдемте вот сюда, в центр. Давайте вот сюда, в центр. Чуть сдвинем стуя. Раскладывайте вот здесь, в столе. Держите. А пока у нас часть занята этим шитом, я предлагаю вам не терять время и найти еще одну подсказку. Вот кто сейчас не занят шитом, ляжущие чайки, подойдите ко мне. Пойдем сюда. Пойдем. А вот давайте пойдем вот к вашей подруге. Да. Пойдем сюда, на ту сторону стола. Ищите. Вы все буквы положите, иначе они потеряются. Телефон украть. Давайте вот кто нашел, тот и читайте, и остальные слушают. С моим приключением можно прочитать о моих 45. Ак-5. Нет. Вот это. Дальше участвуйте. Вот. Вот. Все такие ножки. Проверьте, свет на правую. Фонарик? Так. Ну, давайте посмотрим. Где у нас свиток лежал? Правда, почему же это? Здесь у нас стволик был. Ну, не на стволик, наверное, должен был. Хорошо, еще есть такой значок фонарика где-то здесь? Здесь нет. Ну, здесь у нас ручки с ума. И шокка. И шокка. Так. Ну, давайте обратим внимание, свиток лежал здесь, может, там есть подсказка. Фонарик? Что я узнала? Ну, давай возьмем. Ну, давай возьмем. А как вы думаете, что нужно здесь делать? Давайте попробуем. У вас есть на телефонах фонарики, правильно? Весь. Или как вариант, и так же. Давайте перейдем фонарики. И договоримся, что задание вы будете... Пойдемте вот туда, перейдите. Смотрите, у вас есть источник. Надо прочитать, что написано. Объедините все предметы в одну руку. Чемоданы. Да, нужно, смотрите, нужно собрать все чемоданы, посмотреть, что там внутри, узнать, что это, назвать каким-то единым предметом, да, в группу их объединить, записать, а потом получить подсказки. Сначала соберите все, вот за этим столом сосредоточьтесь, и вот сюда можно записывать все, что вы увидите. Договорились? А я пока посмотрю, как дела у вас, гляжущие человечки. Камера? Все собрали. Вы что-то поверите. Третье слово еще. Вы что-то не быстрее ставите. Вы разложите их вот так, в один ряд, чтобы они у вас все были на виду. Потому что, в другом словах, в другом словах, сейчас точно такие же. Да что ты делаешь, Андрей, вот так слабо. Так, спокойно. Может, еще? Нет, а дому так тоже не получится. Так, ну, слишком много, потому что фраза длинная, поэтому и много буквами используются. Да. Может, отблизаться? Да. Ну, что мы не будем действовать? Нет, не так, шесть лететь. Ручки вниз и ноги треугольниками. На одной коленке. Затем столом записываем слова. Все слова, которые вы находитесь в чемоданах, вы записываете. Спасибо большое. Субтитры делаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Комбайн Комбайн И дальше вот здесь Вот здесь Посмотрите Так что у нас здесь получается Бесплатный икон Смогли увидеть все слова, которые записаны у нас? Смогли увидеть? Пойдемте сюда. По два не светите, иначе не будет ничего менять. Ленчик, хорошо. Можете догадаться уже, что это за предметы, вот здесь у вас записаны? А как это, вот все эти предметы, молодые люди, пойдемте сюда. Как называются все эти предметы, вот одной группой? Нет, не столовые приборы. Мы же, вот, душу огонь, мы точно ничего не едим. Не кухонные приборы, а что именно? Как еще по-другому, слово приборы давайте заменим. Не принадлежности еще есть стола? И непристосовление. А, термометр. Да, термометр тоже, да, хорошо. Но есть еще варианты, что это может быть кухонное? Нет. Вот второе слово в этой фразе, оно более устарелое такое. Как еще, если на предметы, не преднадлежности, то как мы можем назвать кухонное? Нет. Кухонное? На кух. Убранное слово? Нет. Убранное слово? Ну ладно, подскажу вам. Кухонное утварь. Вот здесь вы пишете. Мы не угадали. Так. Мы пишем. Мое. Кухонное. Мое. Мое. А здесь. Мое. Так, я е. А теперь, где большой чемодан? Вот из этих двух вам нужны определенные, посвечивая его. Какой? Подожди, какая она по счету? Обведите, вот заключите в квадрате в ту, которую вам надо найти. Какой? Делать. Делать. У них уже там два слова шифром, и даже уже по отношению у вас осталось. Можете сказать, что мы делаем? Это же одна внука тут? Нет. Почему? Потому что вот ее. Мы где-то ездили, была. Вот. 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 Ну я думаю, что за ее понимание, по-моему, не важно. Ей или ею. А, я не хочу почитать. Ну что? Какую по счету букву в первом слове нам нужно? Самая первая. Где? Вот эту? Обвожу. Какой у нее номер? 55. 55. Следующую записывай, какую вам нужно буквы загрузить. Где пропускают? Там посередине. Где? Это ничего. Ладно, что вам. Шерлок Холмс загадал такую заданку, что даже в могиле все правильно было. Сусом, вот и в могиле. Да, если вы помните, что могиле даже дальше можно уже не продолжать. Расшифровывать в моей книге. Итак, ищите решетку Гардана в могиле книги. Ищем книгу Шерлока Холмса. Ищем книгу Шерлока Холмс. Ищем книгу Шерлока Холмс. Ищем книгу Шерлока Холмс. Стой, дай. Дай. 22. Чек какой-то. Чек какой-то. Чек. Показите, чек. 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 А на всех, кто приехал. А на всех, кто приехал. Ищем книгу Р plus. Смотрите, у вас 55, здесь ищите номер 55 и вписываете. Какая льва должна быть? 55? УК пишет. УК пишет, чтобы она читалась. Хорошо. И все остальные номера, которые у вас обведены, тоже сюда записываем. Смотрите, друзья мои, если в этой книге ничего нет, значит это не та книга про Шерлока Холмса, значит нужно найти другую. Другую? Обязательно на этой полке. Не обязательно на этой полке. Шерлок Холмс может прятать свои подсказки где угодно. Загадки пока дай мне, пусть лежат на полках, а вы ищите книгу, которая имеет отношение к Шерлу, к соцсетям. Вы так пишите печатные, чтобы было понятно. Хорошо? Все остальные книги, ребята, вы будете смотреть позже, когда придетесь. Может быть. Он у Шерлок Холмса? Шерлок Холмса. Смотрите, там есть шерлок Холмса. Друзья, мы нашли подсказки. Я знаю, что из них нужно. А, нашли уже. Пошли уже. Пошли уже. Хорошо. Давайте мы присядем. Мы сами надо? Да. Вы, вы, вы. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Вот та команда, которая у нас работала с тенью и фонариком. Присаживайтесь. Ребята тоже присаживаются на места. Давайте посмотрим, что мы нашли. Водите ложка. Здесь. Водите ложка. Давай, давай. Давай, давай. Здесь уже как? А как? Присаживайтесь. Ой, да ты… Присаживайтесь, да? Водите ложка. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нет, нет, нет. Присаживайтесь, присаживайтесь. Присаживайтесь. Поверьте. Водите, что мы уже без разницы, потому что мы сейчас будем перемещаться. Свободное место вот там. Смотрите, одна команда у нас работала с детективом. Кто запомнил ее имя? Кто? Нет, это был Шерлоком Бомбером. Кто играл с другим детективом? Нэнси. Можно закрыть окно. Нэнси Дрю. Никогда не слышала такого детектива? Можно сделать все это? Давайте я вам всем покажу. Итак, да, вот она, девушка-детектив. Нэнси Дрю, которая может расшифровывать и разгадывать самые разные тайны. И она загадала ребятам, что ее шифр можно увидеть только, если посветить светом. С помощью вот таких чемоданчиков, в которых спрятаны различные предметы, ребята нашли нужные нам буквы и уже вписали их в нашу фразу. Давайте посмотрим, что у нас Шерлок Холмс загадал в сложную загадку, которую долго-долго мы с вами пытались разгадать. Потому что у пляжащих человечков руки-ноги в разные стороны, поэтому сложно сразу определиться. И ребята нашли решетку кардана. Что такое решетка кардана, кто ее мне расскажет? Кто знает? Кто-то говорил, что знает, что это такое. Давай. Решетка кардана, она помогает найти шифру, важную букву. То есть листочек, да, написанную букву. Да, то есть у нас есть текст, например, да, ну вот здесь у меня цифры много-много разных. И если вот в данном случае решетка кардана это дешифратор, да, то есть если мы на текст наложим эту решетку, то вот в этих ячейках, которые у нас пустые, мы увидим те цифры, которые нам нужны. Соответственно, у нас есть цифры и у нас есть определенные буквы, которые нам нужны. Кто мне поможет? Давайте вдвоем кто-нибудь пойдем. Ты и ты пойдем. Итак, у нас есть нужные нам буквы и нужные ячейки, куда их нужно вписать. Прямо вот так и вписываем. 14 это В, да, 27 это У. Диктуй ей, она будет записывать. А мы-ка пока с вами продолжим дальше. Сколько загадок мы уже разгадали? 2. Итак, 2 печати раскрыты. Осталось еще всего ничего? 5, да? Давайте так. Вот эта часть с этой стороны, да, берем одну подсказку. Здесь, с этой стороны, мы тоже ищем еще один свитер и пытаемся его расшифровать. Давайте. Пойдем, пойдем. Присоединяйся к другу. Хорошо. Присоединяйся к другу. А вы сюда вот за этот стол переходите. Хорошо. Ну вот только давай вот эту команду, и в этой работаем. Где ты это взяла? Давай из-за этого. Пусть пока здесь. Читай, конечно. До следующего раза. Читайте, да, и ищите мне подсказку. Спасибо. Присоединяйтесь к командам. И мы сейчас с вами продолжим дальше искать следующие шинты. Пока еще ничего не понятно, что здесь. Присоединяйся к группе. Вот давай туда. Присоединяйся к другу. Неважно. У нас сейчас нет такой команд, где все строго. И мы сейчас видим, что они загадочные. Поделены. Пойдем сюда. 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 У нас не опасно. Мы с Фредди думаем. А мы же намного. Мы еще даем подсказку. Даем подсказку. Это металлая загадка, которая каждое последующее слово окружает. Знаете, что это значит? А где вы нашли? Слов стоят. Слов стоят. Итак, смотрите. Кто знает такую игру? Как из мухи сделать слона? Вам объясняют, да? Что каждое слово последующее меняется на одну букву, да? И число букв не меняется. Ваша задача – изменить почку до слова. Что тяжело называть? Я не могу сказать. Я не могу сказать. Давайте я последую вам подсказку. Словом почка. И совершить определенное количество шагов. У вас здесь есть подсказки. А еще в качестве подсказки есть картинки, которые могут вам помочь выстроить правильную последовательность. Смотрите. Вы их раскладываете в определенной последовательности. Писываете и смотрите, какие буквы вам нужно взять и записать в общую франку. Поговорим. Можно взять сюда пока. Так. Ну, что у нас здесь? Нет. Нет. Вот. Будьте внимательны к деталям. Всегда. Где лежал скалок? Есть один, два, три. Он лежал. Вот здесь. Что здесь есть? Иллюстрации. И вам сказано, что не всегда на картинке мы видим то, что есть на самом деле. Вот. Смотрите. У вас здесь. Давайте мы не поднимаемся, иначе мы сейчас забудем, где мы что брали, а что мы снимали. Берите листочек для черновика. Что? Нужно поставить. Вам нужно, смотрите. Вы смотрите на одну картинку. Смотрите. Если здесь два слова, соответственно, здесь два изображения. Если слово одно, то здесь нам нужно только одно животное. Записывайте название живого одного. Смотрите, какие числа вам нужны. Да? И потом вносите их в общие фразы. Вот сначала уже черновид. Договорились? Итак, сначала на черновид вносите все названия, и можно прямо ввести нужную губку. Восемь с тобой не хочу. Там прямо подписывайте. Это заяц или губка. Да. Первый – это заяц. Вы пишете заяц и берете первую губку. Вторую губку вы берете. Вторую губку вы берете. Вторую губку. Записывайте на черновид. Так что мы потом пишем. Все полностью и правильно. Не-е-е-е-е-е. Так, ну что, получается? Поменяй салат. Так, ну что, получается? Как у вас готовят слово? Получилось? Речка. Какую одну букву надо поменять, чтобы получились вот что это деревянные мальчишки должны знать? Нет, не баллы. Нет, не баллы. Речка. Одну букву надо поменять, чтобы получилось что-то деревянное, бочка и маленькое. Ну, покажу. Бочка. Речка. Да. Почти дощечка. Нет? Это на букву «Р» начинается. Это речка. Ну, давайте подскажу, да. На самом деле, такие русские доски называются «Велико». 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 Ну, вот. Что-то новое на сегодня? Новое знали, да? Прошли. Дальше. О, ладно. Получается? Да. На самих языках, пожалуйста, ничего не пишите. Для того, чтобы потом следующая группа тоже снова поиграть. Собака. 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 Лейка. 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 Собака. Собака. Изменяйте одну руку, чтобы получилась порода собак. Лейка. Хаска. Ну как же? Вы из лейки получите хаску. Лейка. Конечно же. Лейка. А, что-то. Г curriculum dumb. Физик в город тут. Какwwww И что? В尊ок он ответил? Увидел вселенную livestock? Ээээээээээппопятная wähltиева жизнь. А, св��. ğlёшь им. Это нос, нос. Вот глаз, язык, нос. Не всегда то, что мы видим, оказывается тем, что есть на самом деле. Хорошо, если вы все буквы разгадали, сейчас мы возьмем ваших одноклассников в лист. А все, загадка решена. Загадка решена, а нам нужно писать. Кто-либо, посмотрите, подайте мне там, видите. А, вот, вышли. Барки, да. Вы неправильно делаете, потому что непорядок, когда вы видите, подсыпь, 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 подсыпь. И пишите, что это один. Слово, что такое, что это не подсыпь. Вторую, значит, это не подсыпь. Там, ухажена. Кстати, вы не легли? Сейчас, а вы сменяете. Переверните, стойте. Я разошла детей. Это мужик. Поставь. В середине. Давайте просто. В середине. Машка. И давайте, чтобы плавать. А как мы, извиняюсь, тренировать его? Потому что мы можем. Хорошо. Чтобы видим то, что мы видим. Мы это знаем, что мы видим. Мы тоже видим только одно определенное. А если мы видим зрение, то может быть, если ситуация поменялась. Давайте вы нам поможете, да? Хорошо? Пойдемте сюда с нами. Машка. Кашка. 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 Бочек. Вот там, чтобы понять. Это очень важно. Это мышь и лев. Вот это лев. Это вот, подождите. Это лев. Вот это твой буквы. А здесь твой. Вы видите, что здесь твой буквы, на которой цифра. Поэтому надо отменить первую букву. Ну, я не знаю. Рашка? Рашка? Это макки. Макка, все правильно. А вот этот называется древний сосуд. Где следующий? Вот он. Чарка. Чарка. Все, как можно с маккой. Про собаку я с тобой. Вы как сделали? Рейк. Пробилки за папородки. Макка. Значит, сейчас. Манка. Манка. А, банка, там не почка, я вас сама слышу. Вот. У вас картинка даже есть последняя, да? Это из банки. А теперь эти буквы нужны. Вы все вписали? Да. Дайте тогда мне лесочек. Хорошо. Соберите, пожалуйста, все картиночки. Мы сейчас их сложим, покажем другой команде. Записываем вот сюда ваши буквы. Один диктует, другой пишет. А, я думала, вы записали уже. Записываем. А все остальные возвращаются на свои места. Возвращаются остальные на места. Вписывают только те, кто разгадал. У нас несколько человек. Один диктует, другой записывает. А все остальные вернемся. Давайте. Итак, давайте расскажем другой команде, кто у нас вот здесь загадывал вам загадку. Ребята, слушаем, давайте посмотрим. Вот есть такая парочка. Как их зовут? Элиза Бетто, Фредерик. Элиза Бетто, Фредерик. И Фредерик, да? Элиза Бетто и Фредди. Во что они любят играть? В детектив, кто самая любимая их такая словесная игра? Как называется? Во что вы сейчас играли? Петто. 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 Когда нам нужно изменять начальное слово постепенно по одной букве, да? Не изменяя количество букв в слове. И в итоге мы можем прийти также от мухи к слону. Но, кстати, можете потом в свободное время попробовать. То есть не изменяйте слова по очереди, пока слово муха не превратится в слона. На самом деле очень хорошо решается просто. Почему? Муха. Слон. И там четыре, и там четыре. Поэтому все очень хорошо делается. Хорошо. А с этой стороны? Где у нас свитер? Давайте я покажу. Четыре. Я сюда. Все. На место. Пошел. Кроме того, девочки. Хорошо. У меня вроде... Вот, вот, вот. Вот. Возвращаемся на место. Кто заполнил? На. 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 Фамилия которого Холли Вебп. Имя которого ни разу не слышали? Ну, тогда можете у библиотекарей спросить. Вдруг у вас тоже есть такие книги в библиотеке? Холли Вебп написал очень много разных историй, в том числе про девочку-детектива, которую звали как? Кто у нас выполнял задание? Как звали девочку-детективу? Вы запомнили? Мэйзи Хитчинс. Мэйзи Хитчинс, да. И она, ребятам, посоветовала смотреть более внимательно на то, что мы видим вокруг, потому что не всегда то, что мы видим и есть на самом деле. И можно было взглянуть на эти картинки. Вот скажите, что вы видите на картинке? Вот на первой картинке, например. Утка. А что еще вы видите на ней? На каждой картинке несколько животных. На каждой, на четырех. Давайте посмотрим. Утка. А если мы перевернем, например, рисунок, то что получится? Молодцы, конечно же. Давайте я прям сниму и продемонстрирую. Если мы смотрим вот так, это утка. А если мы переворачиваем, то узнает. Совершенно верно. Ну, давайте посмотрим по тому же принципу, но другие картинки. Вот здесь кого мы видим? Ну, на первый взгляд. А если по-другому посмотреть? Соба. Нет? Не подсказывайте. Кто исполнил? Да, не подсказывайте. Соба. Молодец. Сейчас я продемонстрирую вам. Итак, все видят свинку. Иллюзия работает. У нас обман зрения. На самом деле здесь, в общем-то, салам. Да. Итак, в каждой картинке есть определенный секрет. А здесь кто видит, какое животное? Соловей разводит. Соловей разводит. Это одно слово. Тут одно, да, одно животное. Тут у нас вот такой дядечка. А если мы бернем угол зрения, то мы увидим... Ну, ты скажешь, белку. Что ты подсказываешь? Слышу. А ты на курицу. А если еще точнее, то не курица. Белка, не курица, не курица. Да, вот так, да? Китух. Что? Да, вот так. Вот так. Видите? Нет. Да, да. Я не тут хочу. Вот у нас здесь голова, и он как будто бы из блюдечка что-то берет. Хорошо. Вот бедуха. Видишь? Вот ноги у него. Так, хорошо. Ну, давайте с вами посмотрим здесь. Что мы на первый взгляд видим? Лошадь. Лошадь, а на самом деле... Кто здесь сейчас спрятался? Лягушка. Ну, здесь просто, да? Вот она, жаба, да? Вот так жаба. А вот так жаба. Это искусство художников, как рисовать. Ну, на самом деле, это оптическая иллюзия, да? Обман зрения. Просто созданный художниками. Здесь кого видим? Лева. А еще? Заяц. Кролик. Заяц. 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 Мышка. Мышка, да. Если мы перевернем... Мышка. А, вот. Видел мышку? Вот этот нос у нее, да? Она такая злая очень. Мышка такая, да? А, почему здесь злая? Ну, это уже ниже опускает, если, да? Вот так вот, если закрыть, то уже ничего. Кого вы видели? Лавки. Лавки? Ну, может быть, кстати, да. Издалека смотрится, как лавки. Ну, и на последний у вас уже прям констатка, да? Мы не успели перевернуть. Здесь мы видим собаку, да? А на самом деле, если мы ее перевернем, картинку, то это будет портрет мужичины. Собака. Усахова. Да, вот так вот. Да, видите собаку? Ну, где же он? Вот, смотри, нос, кисы, глаз и ухо. Все увидели? А вот так, если будем смотреть, то у нас будет такой вот мужичина, да? Хорошо. Ну что, мы с вами справились еще с определенным количеством заданий. И уже фразы у нас приобретают определенный смысл. Но для того, чтобы она совсем прочиталась, нам нужно еще по одному заданию точно выполнить. Давайте посмотрим, где у нас остались. Вот на этой стороне у нас есть два задания. Давайте... Вот, вот еще. Давайте, пожалуйста, берите вот это. Давайте разделимся на группы. Это напоследок. Оставим все вместе. Вот здесь. Присоединяйтесь. Вот для нужного стопа. Вот присоединяйтесь сюда. Сюда. А все остальные давайте вот здесь. Пойдемте сюда. Да, переместимся. Вот за этот стоп. Или можно прямо вот здесь. Пойдемте сюда. Далеко нельзя уходить. Потому что подсказка не знает у нас. Пойдемте сюда. Вот за эту стопу пойдемте. Открывайте. Сейчас нам прочитают, что нужно сделать. Кто читает? Кто читает? Дико прочее. Вот сюда обратите внимание. Здесь нам читают задания. Здравствуйте. Я сыщик. В мудрой гитарея Вече Алфавит разбирался в три группы. Первый и десятый бук обозначался точками. Например, А одна точка, К две точки и т.д. Второй и десятый обозначался черточками. Л одна черточка, К две черточки. И, наконец, для написания третьего и десятого бук выбран кружок. К один кружок, С два кружка. Сейчас логика вытворяет мне находить взаимную связь, сделать дешифратор, где логика взрослого не работает. Итак, смотрите, у вас есть... Пойдемте туда за стол, переместимся сюда. У вас есть свободный дешифратор. И вам нужно сначала сделать из него дешифратор полный. Итак, вам объясняли, что первый... Ну, там был десяток, а у нас три на сколько? Если мы поделим на три вилла, то есть, поисколько будет получится 11. Итак, здесь будут точки 11, да? Здесь будут точки... Не точки, а что здесь будут? Черточки. И в последнем кружки. У вас есть ручки для этого? Столок? А давайте здесь хотя бы... А можно сразу нарисовать? Ну, если вы сразу беретесь, где у нас есть точки? Вот здесь загаданы слова, да? Вам нужно гитареи разгадать. То есть, смотрите, вот у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот такие простинки. Ну, давайте... Далее... Папа была одна, четыре, пять, четыре, пять, пять, шесть, а следующее раз, два, три, пять, шесть, а я буду вот так, да? Продолжайте, точно то же самое будет с точками и кружочками. Сначала сделайте до шипраторов, а потом расшифровывайте все вот эти слова, которые у вас здесь есть. Делаем... Ставьте точки и кружочки. За другим столом вон там возьмите ручки, принесите. Один делает одну часть, другой, другую, третью, третью, чтобы у нас уже быстрее все получалось. У вас... Вы поняли, что нужно делать? Отлично, хорошо. Ставьте название страны в кроссворк, нужные буквы, потом принесите в общую правду. Вот Китай. Вы сюда... Африка, это не страна. Африка, это не страна. Лондон, это город, нам нужна страна. Так, Франция есть. Какие у нас уже есть? Германия. Германия, вот это. Что это Германия? Конечно, Германия. Вот это, восьмое, это Греция. А где? А что, вот на ногу? Один из... Чтобы было больше, вот смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, три, шесть. Шесть, садик, шесть. Три. Здесь так. Поехали. Поехали. Можете с учетом вот этого расшифровывать. Идите туда за тот стол. Распределите между собой карточки, чтобы у каждого было. Я сейчас вам добавлю прощу карточки. Сейчас вот эти, потому что там вот этот, я там. Видите себе, почему вы живете. Я там. Я там. Да. Ну что у вас получается? Сколько стран уже? Почти все? Хорошо, теперь все буквы, которые вы нашли, давайте в общую фразу вписываем. Возьми себе одно слово и расшифровывай. А то уже другая команда справилась, а у вас уже тут немножко не доделано. Возьми себе слово и он у тебя дошифратор. Держи. 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 Тричь, что нищете. Что значит, у вас есть? Ухо, эл. Дальше. Выдарите, что там расшифровываются. Что? Держи. Зайкод вовольный место, зайкод в мисочку возьми. Е. Держи. Держи. Смотрите. Вот смотрите, у вас здесь шесть. И после черточки разы, два, три, четыре. А, вы на то что записываете? Есть. Есть. Если не все, вы можете в меня потом вписать сейчас. Ребята, мы еще три итоги. Общую фразу тоже мы с вами добавим. Классно. Классно. Вы можете об этом слышать, а потом записать. Сорок есть. Сорок нет. Сорок есть. Мне кажется, это шифр отличный. Сорок есть. Сорок есть. Сорок шесть. Вы неправильно сделали. Такой неправильно сделали. Сорок есть. Сорок нет. Лук. Вы самите. У вас четыречка. Вот, раз, два, три, шатезе лука. Семнадцать лука, а у вас лука. Помогайте вот там молодому человеку, диктуйте им, а он будет записывать. Все? Переписали? А, нет-нет-нет. Пять, пять. Так, вот так вот, вот, крабишку подписывали, чтобы потом забрать цифры. Так, все вписали? Хорошо. Давайте мне общую фразу, я отдам другой команде. Вы пока возвращайтесь на свои места. Сейчас мы с вами расскажем, что задание вы выполняли. Это что у нас? Да, хорошо. Это мы сейчас другим ребятам расскажем, что задание не делали. Кто уже выполнен, снова вы туда записываете. И листочек, на который мы вписали сразу убираете. кружочки? Ну это вот третья часть. Я чувствую, что надо. Я чувствую, что надо управлять. Хорошо. Давайте вот сюда вот вписывайтесь, девчонки. Вы правильные. Выполненные задания давайте, чтобы не было, передаем сюда. И у нас с вами сейчас последнее задание нам осталось сделать. А вы запомнили видео детектива, который вам задание задавал? Почему? Как-то там. Как-то там. Определенно. Какое-то имя у нее было. Не вспоминается? Агата. Агата Мистери. Я знаю ее. Я читала. В библиотеке есть такая книга? Вот такие вот истории. Желтые. Покупали? Здорово. Хорошо. Ну сейчас мы с другой командой расскажем. Сейчас они у нас слова после сих пор, вернее, пишут. И мы тогда узнаем имена детективов. Все, вписали, да? Давайте мне сюда слова. И дошифраторы. И общую фразу я тоже возьму. А вот это не поместилось. Чертвовики не обязательно. Все. Они просто записывали на листочке. Не здесь, а на листочке. Хорошо. Итак. Так. Можно просесть пока на места. Итак. Одна команда у нас путешествовала по разным уголкам мира, потому что девочка-детектив, которую зовут... Как еще раз напомню? Агата Мистери стоит. У нее такая миссия. У нее есть двоюродный брат, который учится в школе детективов. А эти местечки себе? Да. Он учится в школе детективов, и им каждый раз дают задание в каком-то уголке мира расследовать какое-то происшествие. Вот как вы думаете, здесь где они? Что там происходит? Думба. Да. Вот команда знает, что эта конкретная страна называется Кения, потому что там находится такой вот парк национальный, где охраняют кого? Жираф. Жираф, да. Поэтому и у нас и история называется в погоне за белой жирафой. Такой уникальный вид животных, ну, немножко выдуманный, да, скажем так. Масай и Мара называют национальный парк, и здесь они переносятся в Кению. У них нужно было угадать страну, в которой происходит расследование, записать его в кроссворд, и таким образом выяснить, какие буквы нам нужны. Здесь у нас команда расшифровывала старинный шифр, который назывался как? Кто запомнил? Точечный. Ну, он не только точечный был, да? Печерточный. Печерточный, да. На самом деле, здесь у нас детективы были, ну, не совсем детективы, обычные ребята, которые в руки попал кортик. Что такое кортик, знаете? Нет. Это такой ножичек, да, холодное оружие, которое раньше награждали офицеров. И вот такая есть история, я думаю, в библиотеке будет, ну, собственно, вот она в вашей библиотеке, да. Если кому-то же будет интересно прочитать ее, она так и называется, кортик Анатолий Рыбаков. И на этом кортике был шифр из точек, кружочков и палочек, черточек. И шифр этот назывался Ли-То-Ри-Я. Это вообще очень древний шифр, который использовался здесь у нас на Руси. И вот нужно было восстановить его и расшифровать. Слова расшифровали и вписали их, вернее, буквы нужные, вписали в общую фразу. И у нас остался последний шифр, да, потому что шесть мы уже расшифровали. Последние книжные детективы, кто нам прочитает? Ну, давай. Держи. Последний детектив, который сегодня нам задает загадки. Семь лет. Я живу Халле... Блюмквист. Блюмквист. Я живу самым спокойным и маленьким городом во всей Швеции. Мечтаю стать настоящим детективом, но у нас в городке никогда ничего не происходит. Никогда ничего не происходит. Только я об этом говорила. Как случилось самое настоящее происшествие. И я с друзьями, конечно же, распил на сессии беды, но об этом вы прочитаете сами. А я пока расскажу вам... Слушай внимательно. ...вободичьем языке, без которого вы не обойдетесь. Хочешь рассказать? Как мы читаем? На самом деле, все просто. Каждое согласное условие нужно двойить, а в середину ставить букву О. Ну, дальше не читай, я сейчас дам послушать, что же говорит Калю Блюмквист. Итак, кто услышал, в чем секрет этой фразы? Каждая согласная что делает? Удваивается. А между этими сдвоенными согласными вставляется что? Гласная буква. Итак, послание от Калю Блюмквиста. Кто у нас сможет его расшифровать? Слушаем внимательно, не знаю, громко будет или нет, но тем не менее. Калю Блюмквиста. О, 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 СОС, ТОТ, ЧУЧ, ИТОТ. А, РО, О, СОС, СОС. ГЕ, РО, ЛЁД, ИТОТ, СОС, Я. РО, О, ЧУЧ, ИТОТ. Ну что, на слух сложно? Рычит, очень сложно. Хорошо, вот здесь есть слово у нас, услышали? Молодцы, что? Рычит. Ну хорошо, я вам дам подсказку, которая у нас есть, а ваша задача будет выбрать из нее нужные буквы и отгадать, что же, о чем вообще здесь идет речь. Пойдемте вот сюда вы, объединитесь здесь, а сейчас я вам дам свой листочек. Пойдемте вот сюда за эти столы, мальчишки, пойдемте сюда. Вот здесь можно зачеркивать лишние буквы, а нужно и обладить, и потом прочитать фразу. В каждом, вот в каждой согласии два лица буквы гласные, с ним ничего не происходит, то есть вы убираете вот эти, и вот у вас фраза. Пойдемте вот так, давайте, по счету, какая цифра вы можете писать, это угодно, и слово, типа 8. Понятно? Это буквы? Догадайтесь, что нужно делать, вы прямо на листке вычеркиваете? Вот у вас, видите, буквы, они выставляются в указы, эти самые буквы, они не нужны. Вот у вас фраза, вот фраза, вот фраза, вот фраза, вот фраза, вот фраза. Вычеркивайте дальше. Солнце? Солнце? Это буква Солнце? Да, правильно, все правильно, вы читаете дальше, продолжайте. Здравствуйте, есть такое слово, это закрывает. Это буква Солнце? Это Китай. Куй по воле. Застик. Застик. Кокола. 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 Кокаду. Каблу. Каблуга. Что делать? Каблуков. Каблуков. Настик. День погода. Звучит. 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 Россия. 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 О какой момент идет речь? Зальф. Застик. Россия. Застик. Россия. Настик. Рыщит. 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 День погода. Звон. Рыщит. 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 Что закрывает солнце? Нет. День погода. Нет. Еще хуже, чем облака. Дальше. Где они похожие. На кабут. Он стал звучит. Оч Taraq Väx�. Зеленый лист ground. Л специфиста. Чин. Один кабутчик. Чин. Цин. урычит. А в какой буквы идет речь? Это буквы солнца. День похожа на ненасть, и звонка, как и луком, и тучит, а от сердца, и тучит. Солнце что-то выбрается. Когда мы можем походить в гости, то не облачат тучи. Словит тучи, и словит ненасть, и словит тучит, и рычит. Какая есть буквы? Нет, мы можем быть. Тучи нету. Ответы? Солеты? Ты просто читаешь. Ответы? Записали. Вы что, это взяли? Это сапарики. Хорошо. Все, 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 не считайте. Давайте вернемся на свои места. У нас писала одна команда уже правильный ответ. Что? 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 Здесь не надо. Ничего. Конечно, это можно было одной единственной группой здесь задать. Хорошо. Ну и у нас уже другая команда писала нужное имя. Давайте прочитаем, что у нас получили. Тише, тише, тише. Давайте. Все услышали. Здравствуйте. Давайте, да что же слышали? Все готовы слушать? Да. Давай. Интернет может видеть. Выдать. Выдать 100 тысяч. Вам. Вам 100 тысяч. Давай. Дальше. Ответов. 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 Тут присоединяйтесь. Ну, наверное, буквы перепутаны. Так, дальше. А библиотекарь только один зато верный. Верный. Итак, библиотекарь интернет тысячу ответов даст, а библиотекарь один зато верный. Где мы должны подсказку у кого спросить? Дать вам подсказку. А что мы искали? А, рисунок. Иллюстрацию мы с вами искали. Кто помнит, как она выглядела в вашей версии? Итак, у нас охота на краснокнижное животное, на которое покушается злой, ну, кто-то, да, злодей. Ну что, показать вам, как на самом деле выглядит книжная иллюстрация? Да надо знать, чтобы библиотекарь. Я тоже в библиотеке, я могу дать вам подсказку. Один ответ, зато верный. Итак, мы с вами барабанная тролль, буквально, да. Кто из вас оказался прав? Никто. На самом деле вся детективная история происходила где? В ресторане. В ресторане. И здесь просто подавали еду, какое-то национальное... Ну, кстати, да, у вас есть молодой человек, который предположил, что это, в общем-то, не овечка, а какой-то стул накрытый чем-то. И на самом деле это кресло, на котором сидит человек. Если приглядеться, то тут видно, что это не ружье. Ну, если приглядеться, то теперь мы знаем, что это не ружье, да? Так я издалека смотрела. А теперь взгляди, когда вот у нас все цветное, да, то вообще все кажется. Стоп, стоп, стоп. Здесь есть скалы, лампочки. А вам нет угара. Хорошо. Присядьте на место, да? А как вы думаете, вот из такой картинки может родиться какой-нибудь детективный сюжет? Да. Прочнее. Ну, вот я вам... Я вам даю такое задание, когда вы днете домой или в школе будете писать какое-нибудь сочинение, вот вам тема, да? Какая детективная история может произойти вот в таком вот необычном ресторане? Ну, или домашнее задание. Для тех, кто захочет. Итак, вам большое спасибо за игру. Вы большие молодцы. Какая из истории, какой детектив вам понравился больше всего? Может быть, шифр самый интересный был? Шифр? Эээ, про Агату. Про Агату-мистерик, где нужно было по странам путешествовать так. Еще у кого-то есть какой-то другой? Да, да. Где мы первые, я сгадываю, человечку. Человечку, где было очень сложно. Ну, смотрите. Хорошо, сложно вас не останавливает. Девчонки, а вам? Нам все было интересно. Все было интересно. Замечательно. Тогда я вам желаю приходить в библиотеку вашу, спрашивать различные детективные истории. Не только детективы, а приключенческие тоже, где есть какая-то тайна, ее нужно расшифровать. Вспоминать те книги, о которых мы сегодня с вами говорили. Вам большое спасибо за участие. И раз у нас есть фотограф, я предлагаю вам сфотографироваться. У меня есть такие штучки с тобой. На память о нашей встрече. Давайте вот сюда пойдем к книжкам. Будем меняться с вами. Пойдемте вот сюда. Аккуратно, чтобы останавливаться. Кому не досталось, мы сейчас поменяемся. Давайте встанем и поменяем два ряда. Вот сюда. Вот сюда. Да давай, что ли. Ради шутки. Вот сюда. И вот сюда. Сейчас я вам две книжки. Три. Да, голубочки. Одна. Одна. Девчонки вот сюда. Смещаемся. Прямо края подошлись. Посмотрите, здесь пустое место. Девочки, ниже. Девочки, ниже. Чуть. 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 Книжки все есть. Одной нам не хватило. А, держу. Книга. 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 Можно. Постараюсь. Мальчики. Давайте вот полубоком и чуть ближе друг к другу, чтобы мы точно все поместились в кадр. Попробуй. Это Дон. Так. Готовы? Да. Ну вы как будто юные детективы. Вы расследовали. Они очень сосредоточены. Конечно. А вы нас не узнали? Мы. Раз, два, три. Раз, два, три. Отлично. Поменялись мы сами. Поменялись. 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 Только на месте остались. Никогда больше нижних. Никогда не вернулись. Да. Да. Отлично. Теперь на свои места. Попробуй. Девчонки. Поменяем все. А да. Да. О. Можешь как-то поменяться? Вот. Вот смотри. Ваш итог расследования. Разгадка. Так. Обмен. Все? Одно? Одно. Свиток два. Поплотнее. Чуть к другу. Поплотнее. Отлично. Ага. Так. Так. Точно не влезем тогда. Так. Поплотнее. Да. Вот. В спященном месте. В спященном месте. Можешь поднимать? Можешь поднимать? Девочки, вот сюда. Перемещаемся. Так. Аккуратно. Знаете, что китайцы говорят вместо сыра, который говорили? Когда их фотографируют, они говорят чес. Знаете, что такое чес по китайскому? Нет. Баклажан. О-о-о. 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 Аккуратно, уойдите. Сейчас. Ребята. Умницы. Готовы. Раз, два, три. Юные детективы. Ура. 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 Уйдет. Что, получились? Да! Отлично! Большое спасибо за игру. Пожалуйста, уйти бантики сюда на первый стол. А книги на другой стол. Вам спасибо за участие.